всем привет с вами thunder и да вы уже поняли что мне достаточно сильно нравятся ролики связанные с данными а также мне нравится excel именно поэтому я решил что ограничиться двумя роликами про rg сын будет недостаточно тем более кое-что поменялось вследствие этого я решил что следует провести еще одно важное исследование по динамике ракет исследование связанные с их летными характеристиками на низах а если бы точнее на 250 метрах в этом ролике я подробно расскажу про то что поменялось во всех ракетах а также расскажу вам о том как ведут себя ракеты на низах во время озвучки этого текста вышло обновление которое заставило обновить меня всю таблицу снова а это около пяти часов работы к слову а перед тем как продолжить ролик давайте немного поговорим о другом стиме вышла новая игра а пополнить баланс как раньше нельзя не проблема хочу представить вам сервис купе код который позволяет просто безопасно и что главное по самой низкой комиссии пополнить steam аккаунт в купе коде точно также скидки как и в steam так что вы всегда сможете купить или пополнить баланс на то что вы хотите купе код уже давно не просто сервис пополнения целая экосистема в которой развивается комьюнити и даже организовываться турниры даже система лояльности есть для пополнения steam вам нужно просто ввести свой логин и выбрать валюту доступно даже пополнять казахстанские аккаунты а если вы хотите купить то чего уже в рф 7 нет то есть с этим купе код поможет ведь тут есть целый раздел с играми которые нельзя купить в стиме а на купе коде может пройдя по ссылке в описании или введя промокод thunder вы получите снижение комиссии на два процента а также скидку в десять процентов на покупку игр гифтом я сам пополнял steam аккаунт с помощью данного сервиса так что рекомендую вам а мы продолжаем и так давайте сначала поговорим что поменялось во всех ракетах потом расскажу о том как ведут себя ракеты на верхах с новыми данными и потом мы затронем низы изменения в аэродинамики автопилоте привели к весьма приятным результатом которые для кого-то будут подарком а для кого-то не очень давайте взглянем на этот график график сравнения скоростей пунктиром выделены новые значения так как вы скорее всего видите жипег вместо адекватной картинки я все объясню новый автопилот и значение лофта привели к тому что все ракеты кроме пожалуй микки начинают сильно набирать высоту после пуска подробные градусы лофта вы видите на экране вдобавок к этому переработали сопротивление что привело к возрастанию средней скорости полета на всем протяжении пути на экране вы сможете увидеть поочередно все новые графики отдельных ракет на высоте графики отображают скорость по вертикали и пройденное расстояние по горизонтали можно смело говорить что теперь дерби не аутсайдера вполне себе хорошие ракеты а им 120 стала еще сильнее и теперь поражает цель еще лучше несомненно r77 стала также лучше и сохраняет больше скорости что позволяет увереннее поражать цели значение средней скорости на участке до и после изменений вы можете увидеть на экране также заметен явный прирост у всех ракет на всех участках с новой динамикой ракеты даже смогли пролетать уверенно более 40 километров что большой об на самом деле также положительный результат четко видно на графике времени от дистанции на нем чем правее ниже тем лучше так как ракета пролетает большее за меньшее время и как видите все ракеты сильно улучшились давайте составим топ ракет на высоте 10000 метров исходя из данных на дистанции от 0 до 20 километров лидирует дерби эрдартер далее идет пл 12 на третьем месте мико и м а им 120 занимать четвертое место а пятое шестое это am4 и r77 соответственно на дистанции свыше 20 километров ситуация другая лидирует конечно же а им 120 за ней располагается а м4 далее пл-12 рдартер r77 и мико и графики конечно примерные не стоит их использовать как очень сильный аргумент однако все данные вы сможете найти в описании в google таблице а также в моем дискорд сервере для собственного изучения перейдем ко второй части видео ракеты на малых высотах не будем долго говорить как было сразу перейдем к тому что есть несомненно высота дико влияет на дальность полета ракет тест проводился на 250 метрах пуск на 60 километров и скорости примерно равна одному маху как у носителя так и у цели на экране вы можете видеть подробный график скоростей всех ракет на низах и несомненным лидером является да а им 120 120 чувствует себя после изменений намного лучше это вы можете видеть на графике r77 кстати не самый худший вариант тем более сейчас однако все равно является почти аутсайдером уступает только микки последняя к сожалению является худшей ракеты если вам нужно поразить врага не в упор на дистанции до 10 километров а свыше этих значений ам-4 же чувствует себя хорошо и благодаря тому что батареи хватает на 90 секунд это единственная ракета которая смогла поразить вражеский самолет кстати об этом в прошлом тесте полета на низах почти все ракеты кроме опять же ам-4 не смогли поразить цель именно потому что у них не хватало скорости и они просто не долетали сейчас же им не хватает именно времени дерби была в 200 метрах например от цели когда батарея исчерпала запас все ракеты после фикса не дергаются и летят уверенно даже на сверхмалых скоростях мой рейтинг ракет на малых высотах а им 120 лидирует далее ам-4 р-77 эрдактор дерби пл-12 и мика и опять же я даю вам знания и информацию а как ей распоряжаться решайте сами однако я считаю что собранная мною информация может быть весьма полезной все материалы вы сможете найти в описании ролика всем спасибо за просмотр увидимся в следующем видео мы для них слишком умные да точно старина и и Субтитры сделал DimaTorzok